Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Мне 37 лет и в разводе 5 лет. Два горя встречаются с мужчиной, никаких разговоров о свадьбе, детях он не инициирует. Меня это очень волнует и заставляет задуматься о том, насколько серьёзны его отношения. Мозг как бы чувствует себя вне безопасности. Недавно в его планшете я увидела целую галерею фото и видео его прошлых отношений. С девочкой он расстался, познакомившись со мной. Всё это время я думала, что отношения были плохими, он в них не был счастлив, не любил. Я была в шоке, когда увидел эти счастливые лица, этот страз, как он собственноручно всё фиксировал на телефон. Теперь эти видео и фото постоянно мне перед глазами. Закрались сомнения, они посыпали он так со мной, ведь наши отношения выходят ничем не отличаются от тех. Вы стали постоянно ссориться из-за этих моих сомнений, но я не могу совладать со своими эмоциями, хотя он понимал, что не стоит заводить эти темы. Время-бремя я начинаю думать об этом и переживать. Что можно с этим сделать, может есть какие-то практики. Ещё у меня заниженная самооценка из детства и после брака, работала с этим, но без результата. Какие есть эффективные методы. Ну, смотрите. Первое, значит, на что вот хочется обратить ваше внимание, да, это вот, пожалуй, на то, первое, что вы как будто бы самостоятельно хотите, значит, эту проблему решить, но самостоятельно вы её не решите, потому что вы находитесь во власти своих привычных татарных поведений, мышлений и так далее. Вот, и самолечение в данном случае это совершенно не та история, которая может быть эффективна для вас. Вот, это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, на что хочется обратить внимание, это то, как вы обращаетесь со своими чувствами и вообще в целом с приятем мира. Вот вы говорите, что я не чувствую себя в безопасности, потому что мужчина не говорит о семье и, ну, о семье и детях, вот. Смотрите, как так вышло и почему так вышло, что семья и дети для вас гаранты безопасности? Ответ довольно прост, вы не полагаетесь на себя. То есть, себя вы обесцениваете, к себе вы относитесь как-то пренебрежительно, получается. Да? Ну, по какой-то причине, так вы к себе относитесь. Ставила главу угла в общем и целом мужчину. И, возлагая на него ответственность за свою безопасность. Хотелось бы знать, за счет чего так происходит. Хотелось бы знать, что семья и дети, по вашему мнению, должны вам компенсировать. Что сейчас у вас такого, что семья и дети должны компенсировать вам? Вот это то, на что нужно вам обратить свое внимание в первую очередь. Понимаете, какая штука к вопросу о заниженной самооценке, которая у вас является таковой, как вы говорите, из семьи, из брака? Это вопрос о том, как вы обращаетесь со своим внутренним миром. Это вопрос о том, как вы обращаетесь со своими чувствами. Это вопрос о том, что вы делаете со своими чувствами. И позволяете ли вы себе, ну, своим переживаниям выражаться свободно, конструктивно и так далее, имея при этом возможность получать обратную связь, ну, скажем так, да, адекватную обратную связь. Вот, это то, на что, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание, да? Стоит обратить внимание и на то, что является предметом центрированности вашего, скажем так, поведения. На мой взгляд, предметом вашего поведения в данном случае является не сам человек, не его личность, а лишь серьезность отношений, которую он, по вашему мнению, должен вам доказывать. Ну, это говорит, я надеюсь, сами понимаете, о чем. Да? Вот. Если не понимаете, я, конечно, поясню, но, на мой взгляд, тут все довольно очевидно. По крайней мере, я хотел бы на это надеяться. Вот, собственно, все аспекты, с которыми нужно работать. Не менее важный момент, вы говорите, что работали над чем-то, но безрезультатно. Что вы имеете в виду? То есть вы имеете в виду, что вам специалист не подошел, например, или вы имеете в виду, что у вас сопротивление было большое, например, или какие-то еще были трудности и сложности. В любом случае, в любом случае, с этим нужно разбираться. В любом случае, с этим нужно работать. Чтобы и вы с нами лучше понимали, что с вами происходит, и окружающие вас люди лучше понимали, что вы хотите, вот в том числе, мужчина, да? Чтобы понимали, что вам важно, нужно. что для вас, так скажем, ценно. Обратите внимание на ссору. Обратите внимание на ссор на ссорах, но просто вы ссорите. Это вот. В общем, такой достаточно интересный момент. То, что вы ссоритесь. Ссора – это ваш способ сказать о своих чувствах. Ссора – это ваш способ заявить о чем-то важном для себя. Конечно. И, на мой взгляд, очень важно говорить о том, что вы чувствуете. Делиться этим с, ну, вот, с человеком. Не в контексте, так скажем, ссоры, не в контексте негатива, а больше в контексте именно более спокойном, более свободном. Поэтому нужно учиться. Нужно учиться. Ничего, как бы, страшного в этом нет, если вы, например, вместе с молодым человеком обратитесь на консультацию. Да? Вот. Или вы поработаете над своим, ну, над своими трудностями, проблемами и так далее. Вот. Тут, как бы, решать, решать, конечно, вам в этом смысле. Вот. Как-то так я бы ответил на ваш вопрос. Вот. И самый лучший способ – это пойти на психотерапию. Может быть, тот подход к психотерапии, который вы выбрали, вам не совсем-то подошел. Может быть, специалист оказался не ваш. Такое бывает. Но главное, чтобы вы интересовались своей жизнью. Вы хотели ее менять. Удачи вам! Всего самого доброго! Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго!